Спасибо, уважаемые коллеги, очень рад всех видеть и очень благодарен организаторам конференции за приглашение. Замечательная конференция, очень важная, очень много интересных докладов, молодежь есть, присутствует. Это очень важно для нашей математики, тем более в наше смутное вирусное время. Спасибо, начнем. Доклад называется «Эволюционные силовые бильярды». Он основан на совместных работах моих и Ведюшкиной Виктории. Хочу сразу привлечь внимание к Ведюшкиной. Замечательный математик молодой. Защитила докторскую диссертацию в 29 лет. Является автором очень важных работ по теории бильярда. Об этом я вкратце скажу сегодня. В частности, работа высоко оценены. Получила премию правительства Москвы в области математики. Является лауреатом золотой медали для молодых математиков нашей академии РАН. Ну а теперь перейдем к сути дела. Доклад посвящен бильярдам и реализации с их помощью важных систем физики, геометрии, топологии и механики. Сначала напомню в нескольких словах, что нам нужно будет вспомнить о бильярдах. Для нас в сегодняшнем докладе бильярды – это системы, которые живут на гладких многообразиях. Ну, конечно, есть многомерные бильярды, но сегодня рассматриваем двумерные бильярды. Двумерное многообразие гладкое, на нем область, ограниченная кусочно гладкой траекторией, кусочно гладкая граница. Внутри области, пусть она компактна для простоты движется бильярдный шар, материальная точка. Внутри области движение происходит по геодезическим, ну а когда шар ударяется о границу, он отражается по закону Ферма. Угол падения равен углу отражения. У нас сегодня будут локально плоские бильярды, то есть те, которые являются листами, фрагментами двумерной эфридовой плоскости. Ну, тогда движение по каждому регулярному листу бильярда – это движение по отрезкам прямых. Эта система, двумерный бильярд, живет на четвертым многообразии, то есть это фазовая пространство системы. На самом деле две координаты надо задать, чтобы фиксировать положение материальной точки бильярдного шара на бильярдном столе, два числа, две координаты. Ну и еще два числа, две координаты задают направление вектора скорости. Итог получается четыре параметра, поэтому динамика шара на двумерном бильярде живет на четырехмерном симплектическом фазовом многообразии. Однако считается, что в классическом бильярде скорость имеет постоянную величину в модуле скорости единица. Ну, поэтому на самом деле система живет на трехмерном многообразии, поскольку тогда из фазового пространства вырезается трехмерный уровень, когда скорость равна по модулю константе. Называется изоэнергетическим многообразием. Мода скорости обычно считается энергией бильярдного шара. Что такое бильярды интегрируемые? Если область имеет произвольную форму, то тогда бильярд, запущенный в этой области, обычно ведет себя хаотично. Его траектории заполняют в пределе всю область хаотичным образом, такой хаос, энтропийное поведение системы. Однако для приложений важны бильярды, у которых есть, кроме модуля скорости, еще один закон сохранения, то есть симметрии, которым удовлетворяет движение бильярдного шара на области. Такой дополнительный интеграл, то есть дополнительный закон сохранения. Бывает, его нахождение это обычно нетривиальная задача, но эти случаи очень важны для приложения топологии, физики, механики, геометрии. Если такой дополнительный интеграл найден, то будем говорить, что бильярд интегрируем. В этом случае, по замечательной теории Меллиу-Вилля, движение происходит по интегральным траекториям, которые в подходящих координатах являются условно-периодическими траекториями. Они выпрямляются локально. Ну и замыкание этих решений условно-периодических дают двумерные торы, которые живут в трёхмерном... Да. Меня слышно или нет? Меня слышно или нет? Меня слышно или нет? Алло. Меня слышно? Да, вас слышно. А нас? Да, слышно. Начало моего доклада было слышно или нет? Всё, теперь всё хорошо. Пожалуйста, последние минуты три надо повторить уже. Начало вашего доклада мы слышали. Начало было? Хорошо. А... Сейчас тоже всё хорошо и можно... Хорошо, тогда я повторю. Определение интегрируемости. А, это было слышно. Наличие интегралов, да? Да. Хорошо. Сейчас всё нормально, слайды видны и меня слышно. Да, слайды видны и вас слышно. Всё, спасибо большое. У меня буквально в паре слов чуть-чуть назад несколько предложений напомню. Значит, мы рассматриваем в нашей теории, и вообще это очень важная область современная, когда бильярд имеет дополнительный интеграл, называется интегрируемый. У него есть ещё один закон сохранения. В этом случае происходит следующая картина. В силу замечательной знаменитой теоремии Лью-Вилля, интегрируемый бильярд имеет очень просто устроенные интегральные траектории, решения. Они в подходящих координатах выпрямляются, и движение происходит по условно-периодическим траекториям, замыкания которых есть двумерные торы, очень простые двумерные поверхности, лежащие в изоэнергетическом многообразии. В этом смысле интегрируемый бильярд – это очень важный класс системы. Эти торы называются торами Лью-Вилля в топологии, в геометрии, а возникающее слоение трехмерного изоэнергетического многообразия на уровне второго интеграла называют слоением Лью-Вилля. Ну и, следовательно, мы можем сравнивать разные системы интегрируемые, и системы называются Лью-Вилля-эквивалентными, если существует дифеморфизм, переводящий одно изоэнергетическое многообразие в другое, и переводящий слоение Лью-Вилля в слоение Лью-Вилля. То есть, с точки зрения замыкания решений, эти системы одинаковы. Лью-Вилля-эквивалентные системы имеют одинаковое замыкание интегральных траекторий, условно, периодически. В этом смысле они неразличимы. Вот такие бильярды мы будем рассматривать сегодня. И важный класс бильярдов, который сейчас я напомню, это бильярды, которые живут на двумерных листах, ограниченных дугами софокусных квадрик на плоскости. По теореме Кобишаля такие бильярды интегрируемы, у них есть закон сохранения второго. Поэтому то, что сегодня будет рассказываться, это бильярды, которые склеены из двумерных листов, и склейки происходят по границам, по корешкам, по ребрам, которые являются дугами софокусных квадрик. Ну, теперь перейдем, собственно, к сути доклада. Ну, в последнее время были обнаружены бильярды, которые ливили в эквивалентные разным важным интегрируемым системам с двумя степенями свободы на трехмерных изоэмеретических поверхностях. Ну, как я уже сказал, ливили в эквивалентные системы имеют одинаковые замыкания интегральных траекторий общего положения. Ну, то есть подходящим дефиморфизмом почти все замыкания решений совмещаются для почти всех начальных данных. Такие системы важны для приложений. Будем рассматривать также класс бильярды, который был введен Викторией Ведюшкиной. Это бильярдные книжки. Я уже, собственно, о них сказал. Это бильярды, которые получаются с клейка локально плоских листов, ограниченных дугами софокусных квадрик, то есть эллипсов и гипербол. По корешкам, по ребрам, по границам этих листов получается такой двумерный комплекс. Он называется бильярдной книжкой для краткости. В предыдущем рассказе значение энергии, то есть модуль скорости бильярдного шара, было фиксировано равно единице. В обычных бильярдах классических изменение энергии, изменение скорости по модулю, топологию бильярда не меняет. То есть меняем масштаб. Скорость увеличивается, но топология системы при этом не меняется. Вот посмотрим на условную картинку, что мы будем сегодня обсуждать. Оказывается, важная теорема, итог новых исследований, что с помощью бильярдов можно реализовывать, моделировать многие важные системы физики, механики, геометрии. Но до этого система, скажем, физическая моделировалась бильярдом только для какого-то одного уровня энергии. Но на самом деле реальные системы физики обладают переменной энергией. Энергия – это параметр. Вот на этом рисунке ось координат – это ось энергии. Энергия системы растет. Вот пусть какая-то система задана, реальная, физическая или механическая, или с топологией. Энергия системы растет. Например, динамика твердого тела. Значения энергии разбиваются на два класса. Регулярные значения – это почти все значения энергии. И сингулярные значения, которые отмечены здесь на рисунке, точками H1, H2 и так далее. Для регулярных интервалов энергии соответствующая поверхность, изоэнергетическая, является многообразием. Вот они тут нарисованы условно в виде поверхностей двумерных. На интервале от нуля до H1 одно многообразие, Q1 трехмерное. Потом другое многообразие на втором интервале регулярных значений, Q2 и так далее. Вплоть до Qn. Ну а между ними расположены сингулярные значения энергии, которым отвечает сингулярное трехмерное многообразие в фазном пространстве. Поэтому с ростом энергии топология многообразие меняется. Внутри регулярных значений она меняется путем дефиморфизма, а переходя через сингулярное значение – скачком, и возникает новая топология. Возникает вопрос, можно ли реализовать эту систему целиком, сразу на всем четырехмерном фазовом пространстве, а не по отдельности, как было раньше, на отдельных регулярных зонах энергии. Оказывается, можно. Вот к этому сейчас мы и перейдем. Итак, неоднократно возникал вопрос. Можно ли обнаружить новый класс бильярдов, реализующий геминтоновую систему не по частям, а сразу на всем фазовом четырехмерном многообразии М4, то есть на всех последовательных изоэнергетических трехмерных поверхностях. Вот автором был такой новый класс обнаружен. Он был назван силовыми бильярдами или эволюционными. Здесь, вот что интересно, с изменением скорости шара, то есть силы удара шара о стенку, границу бильярда, может меняться как топология бильярдного стола, так и закон отражения шара на границе. Бильярды состояния силового бильярда зависят от параметра энергии и меняются внутри фиксированного носителя бильярда. Теперь вкратце сформулирую, что мы получили два результата основных. Первый результат наш. Оказывается, силовые интегрируемые бильярды реализуют, сказано в высшем смысле, неувидевые эквивалентности, некоторые важные и хорошо известные гаментоновые системы целиком, то есть сразу на всем фазовом многообразии М4, ну, за исключением, конечно, возможно, сингулярных слоев. Иными словами, сразу на всех регулярных изоэнергетических трехмерных поверхностях с ростом энергии материальной точки. Бильярдный стол довольно просто меняется в эту топологию, он меняется. Причем могут при этом меняться законы отражения преломнения на ребрах бильярда. Но при этом шаг за шагом меняются трехмерные уровни постоянной энергии деформирующегося бильярда. В результате такой меняющийся бильярд, то есть перемены топологии, зависящие от энергии шара, шаг за шагом реализует интересующую нас гамильтоновую систему из геометрии, топологии, математической физики на всех уровнях энергии. Ну, в качестве ярких примеров мы целиком реализовали знаменитые системы из динамики твердого тела в случае Эйлера и Лагранжа, а также на подходящем интервале значения энергии еще систему горячего Чаплыгина-Сретенского, также хорошо известную в динамике тяжелого твердого тела. Но, правда, в этом последнем случае пока это не полная реализация, то есть не для всех значений энергии, только для некоторых значений. И второй наш результат анонсируем. При бильярдной реализации для случая Эйлера обнаруживаются в качестве скрытых параметров в этой системе софокусные квадрики, эллипсы и гиперболы, а в случае Лагранжа скрытые концентрические окружности тоже софокусные квадрики. Оказывается, естественная деформация софокусных квадрик в окружности, возникающая, когда мы сливаем вместе фокус, тогда Эйлер превращается в окружность. Вот такая деформация, естественно, превращает полный набор слоений Льювилля из случая Эйлера в полный набор слоений Льювилля для случая Лагранжа. Чем это замечательно? Вот чем напомним, что случай Эйлера интегрируем при помощи квадратичного интеграла. Он довольно сложный. А в случае Лагранжа с помощью линейного интеграла тоже не тривиальная динамика, но тем не менее отличная от случая Эйлера весьма. Вот такое превращение квадратично интегрируемой системы в линейно интегрируемую системы это интересный факт. Такие системы мы назвали бильярдно-эквивалентными. Это был анонс наших главных результатов. Ну а теперь чуть подробнее расскажу о конструкции, чуть подробнее поговорим о силовых эволюционных, то есть меняющихся бильярдах. Но это определение. Носителем силового бильярда назовем конечный связанный двумерный локально-плоский, то есть локальный эвклидовый метрикой клеточный комплекс. У него есть вершины, ребра и двумерные листы, гомеоморфные замкнутым односвязанным областям плоскости. Углы между ребрами, если не сходятся в вершине, равны и пополам 90 градусов. Листы склеены вдоль корешков. Такая книжка получается, как обычная книжка. Корешок, и у нее листы. Вот наглядный образ для такого бильярда. Его будем называть иногда бильярдными книжками. Такие бильярды. Ну и как было сказано, главная идея в том, что топология бильярда будет меняться с ростом энергии. Для каждого значения энергии это параметр для нас. В носителе силового бильярда возникает замкнутый подкомплекс Х, зависящий от H, не обязательно связанный. Его называем состоянием силового бильярда, отвечающим данному значению энергии H. С ростом энергии состояние увеличивается, то есть подкомплекс разрастается внутри носителя. Ну и весь носитель получается как объединение всех состояний силового бильярда. То есть с ростом энергии состояние бильярда Х от H поглощает все предыдущие состояния. Но это условие естественное, поскольку параметр H имеет смысл энергии. С увеличением энергии шара область бильярда увеличивается, то есть шар проникает в большую область в комплексе носителя. Что происходит на ребрах? Стенки ребра бильярда, бильярдного стола, которые раньше были непроницаемы, то есть шар отражался от них, с ростом энергии могут стать проницаемыми, то есть шар может проходить через эти стенки. Ребрами, еще раз скажу, корешками стола бильярда является дюгесо-фокусный квадрик. Таким образом можно реализовать силовой бильярд дюгердным комплексом, на котором хорошо видна его топология, и что особенно важно, видна динамика траекторий шара. Чем важна реализация систем физики-механики с помощью бильярдов? Системы, скажем, Эйлера, Лагранжа довольно сложны. Наглядное изображение траектории анализа устойчивости очень нетривиален. А на бильярде все это хорошо видно, поскольку он двумерный, двумерный комплекс, и траектории это попросту траектории шара, которые наглядно видны на двумерных областях. Теперь давайте посмотрим наш первый результат про реализацию знаменитого случая Эйлера из динамики твердого тела с помощью силовой бильярда. Вот показан силовой бильярд. Он для наглядности реализован на двумерном эллипсоиде, обычном трехмерном пространстве. И вот слева вверху начальное состояние силового бильярда. четыре листа склеены попарно в такие две книжки бильярдные, два ребра, они положены на эллипсе. Это картина состояния бильярда при начальном начале энергии. Энергия растет, эти два листа, которые гомеоморфным диском расширяются, в некий момент склеиваются по границе вот показано что происходит с ростом энергии. После этого эта граница с кинейки исчезает, возникает кольцо на эллипсоиде, ограниченное дубно-софокусной квадрик. Затем с ростом энергии этот бильярд продолжает деформироваться вот таким образом. Граница стремится к прямой, на которой расположены фокусы эллипса. Граница кольца склеивается, возникает вот такая граница, это эллипс на эллипсоиде, и в итоге состояние бильярда превратилось в полный эллипс. Вот такая эволюция силового бильярда внутри эллипса. Как выясняется теория монаши, этот бильярд реализует нетривиальную систему в случае Эйлера из динамики тяжелого твердого тела для всех значений энергии. С ростом энергии топология этого бильярда меняется, что хорошо видно на этой иллюстрации. А это иллюстрация, которая показывает наш результат реализации с помощью силового бильярда в случае ла-ранжа, тоже из динамики тяжелого твердого тела. Здесь носитель силового бильярда это сфера, начальное состояние бильярда следующее, диск, вот он отмечен внизу, показан, и окружность, вот состояние силового бильярда. Затем энергия начинает расти, в этом начальном состоянии из-за энергетической поверхности это две трехмерные сферы. Потом энергия растет, бильярдный стол меняет свою топологию, диск внизу начинает расширяться, а окружность превращается в кольцо, энергия растет дальше, в некий момент диск, его граница склился с границей кольца, получается диск большего размера на носителе бильярда, и затем верхняя граница стяется в точку, и бильярд заполняет всю сферу. В этот момент топология трехмерного многообразия из энергетического трехмерного проективного пространства, поэтому мы проходим от двух сфер трехмерных через прямое произведение сферы двумера на окружность к трехмерному проективному пространству. Вот эволюция бильярда, и это реализация знаменитого случая Лагранжа из динамики тяжелого твердого тела. В чем преимущество такой реализации в том, что здесь наглядно видно движение траекторий на двумерном бильярде, что в случае классического подхода для, скажем, случая Лагранжа на трехмерном многообразии смотреть очень непросто. Ну, закон отражения обсудим. С изменением энергии, когда бильярдный стол меняет всю топологию, конечно, будет меняться, вообще говоря, и закон отражения на ребрах. Ну, если для малого значения энергии, скажем, какая-то стенка граница была непроницаема, то с ростом энергии она может стать проницаемой, шар может пройти через нее. Вот пример того, что происходит со стенкой бильярда с ростом энергии. Вот видно на этой иллюстрации бильярд, склеенные листы по корешку, такая книжка с тремя листами. При малых энергиях шар, ударившись о границу отражается по закону фирма, угол падения районного отражения. Ну, а с ростом энергии шар может пробить эту стенку от красной траектории, перейти с одного листа на другой лист, который приклеен к предыдущему листу вдоль данного корешка. То есть, в данном случае, одна из стенок бильярдного стола стала проницаемой, прозрачной. Шар проник через эту стенку в следующие листы. Что происходит с состояниями бильярда, когда энергия растет? Могут листы склеиваться вдоль корешков. Если раньше некоторые листы могли выходить на ребра, которые не взаимодействуют, то теперь с ростом энергии оказывается некоторые корешки могут склеиться, как это происходит в каждом случае лагранжи, который я показывал перед этим. На новом корешке возникает новая перестановка. При этом в этом случае сегменты границы тоже могут меняться. Например, углы, которые были в вершинах пи пополам, могут развернуться, стать равными двум пи. Примеры сейчас мы видим. Вот иллюстрация, показывающая, что происходит с состояниями силовой бильярда несколько листов могут склеиться на общем корешке. Возникает такая книжка бильярдная, несколько листов приклеены к общему ребру. Ну, а ребро это повторяет дуга со фокусной квадрики. Также в силовом бильярде границы стола могут меняться около фокусных прямых. Вот слева показан силовой бильярд для малозначения энергии скорости шара. Потом скорость шара растет, энергия растет, граница номер два уплощается и в некий момент она ложится на фокальную прямую. И три сегмента границы 1, 2 и 3 превратились в отрезок фокальной прямой. Вот изменение бильярдного стола. Одно из изменений, которое разрешается в силовом бильярде. Вот эти изменения, границы стола, опять же, видны на этой картинке, напоминают и картинку реализации с помощью бильярда случая Эйлера. Вот показаны границы, софокусные квадрики, двух несвязных компонент начального состояния бильярда, потом эти две границы склеились, получилась новая граница, фрагмент фокальной прямой, а потом две компоненты границы склопываются на фокальную прямую, но здесь реализация эта прямая лежит на эллипсе, на эллипсоиде, получается эллипсоиде. Итак, состояние бильярда с ростом энергии разрастается, в пределе заполняют весь носитель силового бильярда, и вот давайте посмотрим на условную схему еще раз, что же происходит с силовым бильярдом. Ось энергии показана внизу, энергия H, отмечены сингулярные значения энергии для бильярда условно назначены 1, 2 и так далее до повода M большого, отмечены регулярные зоны энергии, в которых изоэнергетические многообразия трехмерные, это гладкие многообразия трехмерные, вот Q1, Q2 и так далее, а между ними расположены сингулярные значения, в котором отличаются сингулярные трехмерные многообразия. В целом такой бильярд может реализовывать, как было показано в примерах, системы физики и механики. Мы теперь рассмотрим, это я пропущу для сокращения рассказа. Важная теорема, довольно нетривиальная, поскольку мы работаем с бильярдами, то здесь возникает вопрос, как устроены изоэнергетические трехмерные многообразия таких силовых бильярдов. Не очевидно, что на трехмерном многообразии, то есть, когда модуль скорости шара равен единице, будет возникать структура трехмерного многообразия. Это теорема, теорема Величкина-Харчевой, оказалось, что для интегрируемых бильярдных книжек регулярные изоэнергетические многообразия являются действительно топологическими многообразиями, даже гладкими углы можно сгладить, получается гладкая структура на каких многообразиях. Комментарий такой неформальный по поводу общего понятия силового бильярда. Сама идея эволюционного бильярда учитывает энергию материальной точки. Качественные изменения системы при изменении энергии частиц отличаются например физики квантов механики. При увеличении энергии электроны вращающиеся вокруг ядра атома перескакивают с одного энергетического уровня на другой. Но тем самым накачка такая приводит к бифуркассов системы. Нечто подобное обнаруживается и в математических бильярдах. Стенки бильярдных столов становятся чувствительными к силе удара материальной точки. В эволюционном бильярде стенки бильярда реагируют каждый по-своему на энергию точки удаляющейся стенку. При критических значениях энергии стенки меняют свои свойства и движение материальной точки изменяется в соответствии с новым законом отражения преломнения. Вот некая общая идея. А теперь давайте обсудим как же устроены сингулярные трехмерные поверхности постоянной энергии. Происходит следующее. Значение сингулярное оно справа слева апроксимируется регулярными значениями. Если сингулярное значение обозначено через I значение энергии, то левый бильярдный стол для I минус эпсилум это регулярное значение энергии. И для I плюс эпсилум правый бильярдный стол тоже порождает регулярное значение энергии. Что происходит в середине на сингулярном уровне? Вот рассмотрим два соседних регулярных трехмерных многообразия справа и слева которые прижимаются к сингулярной трехмерной поверхности ближе и ближе хотят сесть лечь на эту поверхность. Что происходит? Происходит следующее. Вот смотрите я пропущу сразу покажу на картинке что происходит. Вот слева показаны листы силового бильярда для регулярного значения энергии и минус эпсилум и сингулярное значение эпсилум мало. Вот есть корешок и бильярдный шар в данном случае например попал на корешок его пробивает и переходит на показанный вот слева лист бильярда это картинка слева а вот картинка справа для права регулярного значения энергии и плюс эпсилум тоже бильярдный стол но здесь поведение шара может быть другим шар попал на корешок и пошел далее по другому листу это картинка поведения системы справа а в середине показан бильярд ее состояние для значения энергии сингулярного когда h равняется и что происходит вот мы собственно видим склеивание левого бильярдного стола справа бильярдного стола и в итоге шар ударишь по корешок как бы раскалывается надво делится пополам и движется одна его половинка движется по левому листу который показан а вторая половинка по правому листу шар как бы дробится делится пополам возникает как бы деление элементарной частицы и потому на сингулярном уровне возникает движение ветвящееся бильярд ветвица это специфика сингулярных значений бильярда справа и слева система корректно определена движение шара однозначно задано а на сингулярном уровне бильярд ветвится возникает ветвящееся движение шар действует пополам вот условная картинка слева движение шара на регулярном состоянии справа движение на регулярном состоянии а в центре шар ударившись о ребро действует пополам распад частицы на дву вот что происходит в реальных системах оказывается когда значения энергии сингулярны теперь чуть подробнее про бильярды у которых границы фокусные квадрики мы не говорили это эллипсы гиперболы теперь давайте я напомню случая Эйлера чтобы было понятно что же нам удалось реализовать с помощью бильярда конкретный пример это знаменитая система из динамики тяжелого твердого тела она живет на шестимерной алгебре движении трехмерного клинтого пространства шесть координат с и 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 так называемые скобки Паассона коммутаторы в алгебре Ли система нетривиальная она у нее квадратичная правая часть многообразие четырехмерное на котором живет система параметризовано задано как уровень двух интегралов классических интеграл f1 геометрический f2 интеграл площадей из шестимерного многообразия вырезается четырехмерный уровень это четырехмерное многообразие фазовая система Эйлера на нем живет случай Эйлера вот гамильтониан квадратичный это система Эйлера а1 а2 а3 числа это моменты инерции тяжелого твердого тела закрепленного неподвижной точки в данном случае эта система описывает движение твердого тела закрепленного неподвижной точки в центре масс этого тела вот показана схема как эта система устроена топологически вверх направлено значение энергии уровня энергии а по оси x направлено значение константы площадей которое параметризует систему Эйлера ну и видно что для разных значений константы площадей топология многообразия q трехмерного различна и может меняться в данном случае многообразие трехмерное для разных значений энергии это либо две трехмерные сферы либо произведение s1 на s2 либо трехмерное проективное пространство а внизу показаны состояния силового бильярда о которых я говорил который реализует эту систему на подходящих уровнях энергии регулярно это я пропущу и вот сразу перейдем к силовому бильярду это я уже показывал теперь покажу как эти состояния силового бильярда связаны с топологией случая Эйлера еще раз вверх направлена ось h это энергия внизу направо направлено значение константы площадей пунктир это фиксированная константа площадей фиксированная четвертая образие плектическая ну и при подъеме вверх меняется энергия ну а слева показаны состояния силового бильярда который реализует данную систему они нам уже знакомы система бильярд начинается с двух листов две книжки потом границы склеены получается кольцо потом граница кольца ложится на фокальную прямую и получается ипсоид и здесь же для наглядности показана чем замечательна такая бильярдная реализация а замечательно вот чем вот красная и оранжевая траектория это движение бильярдного шара на этом столе они устроены очень просто наглядно видно как шар себя ведет при переходе с листа на лист где и как он отражается все наглядно видно это важно поскольку здесь мы видим реализацию моделирования очень нетривиальных траекторий случаи элли которые живут изначально на трехмерном многообразии трехмерном многообразии невозможно изобразить в трехмерном пространстве там динамика траектории весьма сложна а с помощью бильярда мы наглядно видим что происходит это моделирование позволяет понять какие решения устойчивы какие не устойчивы как они меняются как возникают бифуркации вот чем полезна такая бильярдная реализация это случай эллина ну вот сформулирую теорему еще раз построенный вышеэволюционный бильярд носитель которого гомеоморф эллипсоиду реализует смысл ливили эквивалентности интегрирован в случае Эйлером сразу на всем фазном симплиническом многообразии М4 то есть на всех регулярных изоэнергетических трехмерных поверхностях для всех регулярных значений обоих параметров G и H измечание важное отметим что эволюция стенок бильярда происходит в классе софокусных квадрик что обеспечивает интегрируемость системы в каждый момент ее эволюции ну времени осталось мало я пропущу многое из нашего рассказа и вкратце скажу по случаю Лагранжа буквально несколько слов случай Лагранжа это второй изменито случай динамики твердого тела вот его гамальтониан записанный в тех же переменных S и R это волчок это юла твердое тело ось симметрично закреплена в точке лежащей на оси вращения это нам известный случай из детской игрушки и вот покажу здесь состояние силового бильярда который в случае Лагранжа реализует картинка с одной стороны более сложная чем для случая Эйлера с другой стороны проще данный бильярд основан на окружностях поэтому в случае Лагранжа топология контролируется окружностями а в случае Эйлера эллипсами гиперболами и вторая наша теорема которую я рассказал в самом начале в том что при естественной деформации софокусной квадры когда мы сливаем фокусы эллипса и получаем из эллипса окружность оказывается при такой деформации в случае Эйлера при какой случае Лагранжа абсолютно неочевидный факт при классическом подходе его заметить было бы невозможно а с помощью бильярда мы это обнаружили поэтому еще одно преимущество бильярда заключается в том что можно устанавливать эквивалентности бильярд эквивалентности ранее систем которые считаются ранее абсолютно различными вот на этом я кончу спасибо за внимание спасибо я закончил если есть вопрос я с удовольствием отвечу Вопросы пожалуйста Вопросы комментарии Анатолий Тимофеевич хотелось бы все-таки помимо того короткого замечания которое было в вашем докладе увидеть какую-нибудь реализацию такую физическую подобного сорта силовых бильярдов если это возможно реализация для случая Эйлера была собственно показана он реализуется на обычном эллипсоиде который живет в трехмерном пространстве на этом эллипсоиде меняются области состояния бильярда смотрим на то как эта область разрастается и в конце концов заполняет весь эллипсоид это и есть такая наглядная полная реализация адекватная этой системы на обычном эллипсоиде трехмерном пространстве то есть мы с помощью такой модели повторяю реализуем физическую реализацию когда энергия частицы может увеличиваться когда могут возникать такие топологические точки книжки топологические книжки топологические конечно конечно вот там была картинка где вот скажем где было сейчас покажу где было показано значение энергии физической для случая Эйлера вот сейчас покажу идем вот вот это значение константы площадей это значение энергии это картинка из механики из физики вот эти значения энергии вот не показано это значение критические они известны не вычислены конкретные величины и вот они же реализуются на бильярде слева поэтому движение твердого тела это движение тела закрепленного в центре масс вот собственно справа физика слева топология топология помогает понять что происходит с физикой для значения энергии регулярной сингулярной критической вот собственно суть этой реализации спасибо еще вопросы у нас есть члены нашего заседания которые присутствуют онлайн может у них есть вопросы или комментарии ну и поскольку таких вопросов нет давайте поблагодарим докладчика еще раз и наш главный организатор Анатолий Тимофеевич спасибо вам спасибо за приглашение очень рад был сделан доклад спасибо большое спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»